Я хочу сказать, что депаркадер, сам депаркадер, для того, чтобы принимать суда, нам предоставляет Голоковский порт. Голоковский порт, кроме того, предоставляет услуги, это работы экипажа. Ну это порядка 300 тысяч на сезон. Да, это в сезон, даже в пределах 400 тысяч на сезон, и они готовы обслуживать, и депаркадер, они готовы обслуживать, делать актроление, то есть выполнять все необходимые работы. Комбинат благоустройства будет выполнять работу только по благоустройству. Кроме того, чтобы было понятно, сейчас из 13 турагентств, которые были направлены на предложение, в сентябре было первое рассмотрение. В сентябре 6 турагентств уже дали согласие на рассмотрение по заходу лайнеров к нам на город Балаково. 3 декабря состоится, то есть мы уже работаем в этом направлении, 3 декабря в городе Казани состоится, где Речморфлот будет проводить мероприятие по рассмотрению заявок. Молодежная инициатива выезжает в город Казань 3 декабря, где будет представлять наш город Балаково, представлять возможность захода к нам в суду. Там они должны приездовать, они до конца года должны быть приездом захода к нам в суду. Да, они должны получить приезд, поэтому 3 декабря это второе рассмотрение, где окончательно будет принято решение. Возможно, многие турагентства согласятся заходить к нам в город Балаково. Для этого мы уже разработали маршруты, мы просчитываем сейчас возможность проведения экскурсий по городу Балаково и, скажем, затратную прибыль на участие. Я хочу сказать, что городу пришвартоваться тоже денег стоит, поэтому еще деньги. Да, я хочу сказать, что в Балаково 2015 году, когда к нам захотели корабли, швартовка 3 часа стоила 6 тысяч для теплохода, да, и кроме того, еще те экскурсии, которые организовывались нашими специалистами, это опять доходы. Татьяна Павловна, сколько планируется средств в бюджете 2019 года на свержание подключаемости? Ну, в среднем это получится около 800 тысяч. И еще, все ли технические условия у нас, собственно, чтобы включили нас в рельеф? Да, технические условия есть, актролин не существует, то есть замера глубин он существует, он действительно до декабря 2018 года. По правилам и порядку в апреле-май месяце будет проведено еще раз обследование дня и троллиния, то есть все документы, необходимые для приема судов, они существуют, потому что вот эти 6 турагентств, иначе без данных документов они бы не дали согласия на рассмотрение. Рассмотрение осуществляется при наличии соответствующих документов, которые мы подали эти документы.